Большой Рождественский Базар Торговая галерея Модный Сезон Гостиница Москва Охотный ряд Боунт Бат Любите хороший футбол? Большой Рождественский Базар Скажу честно Все, это ехали Да, оно все выстроено Все выстроено Режиссер Радио Эхо Москвы Спасибо, Александр Максимович Здравствуйте, это программа Особое мнение Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр Я приветствую в этой студии Главного редактора радиостанции Эхо Москвы Алексея Венедиктова Здравствуйте, Алексей Алексеевич Здравствуйте Могли бы Вы объяснить Ваше понимание того Что случилось с обращением Владимира Путина Потому что Дмитрий Песков Говорит, что это техническая недоработка Вроде как заранее готовили Но и недостаточно заранее Камчатка увидела одно А начиная с Хабаровска Мы слышим уже совсем другие слова Знаю, который подчас бардак Творится во всякого рода службах Совершенно не вижу никакой причины Искать какой-то заговор Что вот Камчатка, Магадан Не должны услышать про Волгоград А вся остальная страна Должна услышать про Волгоград К сожалению В управлении не только страной Но и в отдельных подразделениях Творится бардак На самом деле я вполне допускаю Что куда-то что-то не ушло Получили какой-нибудь не тот искаженный звук Недостаточную картинку Мы это знаем по себе Очень часто Поэтому правильно сделали Что переписали обращение Я думаю, что и на Камчатке Его еще раз повторят А вообще не резануло то, что Владимир Путин Начиная с субботы Ничего не говорил про Волгоград Нет, ну резануло Но с другой стороны Я никак не могу понять Почему все вот сидят и ждут А что скажет власть Вот что они скажут Что он такое скажет Что он может сказать Успокоит Уже давно Власть не успокаивает людей Уже давно Я имею ввиду центральная власть Вот местная власть может успокоить Я, честно говоря Когда следил за информационным потоком Меня гораздо больше волновало Не что скажет Путин Или не скажет Путин А будут ли выявлены причины Будут ли найдены пособники Как будет работать система безопасности Она сработала плохо Произошел второй взрыв Это первый Второй Я думаю Что Я думаю Я не знаю Знаю как опять Как работает администрация Что опасались третьего взрыва И об этом говорили специалисты Что это некая серия И выступать вот между Да А не по итогам Может быть Это моя догадка Было сочтено Преждевременно И вот эта история Она политическая Но если не ждать слов То может быть Ждать действий Каких-то Мы не увидели Опять ни одной отставки Ты знаешь Дело не в отставках Я вот например Считаю Да Мне легко советовать Но я считаю Что конечно правильно Что Путин полетел Там На место Трагедии Я имею ввиду Хабаровск Но все-таки Наверное Можно было залететь В Волгоград Я знаю Что безопасность возражала Очень серьезно Путинск Я имею ввиду Да Вот И мне казалось Что важнее Чтобы он прибыл туда И там был в больнице А не в Хабаровске Где в общем люди Пострадали Но я напомню Что там никто не погиб Погиб один человек Солдат Вот Который там Камазом не справился Или пытался его спасти Вот Это очень важно Но здесь погибли люди Уже 34 по-моему Человек И мне казалось Важнее было бы Для Путина поехать сюда Но зная как работает Административная машина Безопасность Поехала вперед Передовая группа Поехала вперед Готовили людей Я не оправдываю Я считаю это неправильным Но просто я понимаю Насколько административная машина Неразворотливая У нашего президента Это так Ну Еще раз повторю Что Если бы хозяином был я Что называется Да Я бы ему посоветовал Конечно поехать в Волгоград Если говорить о трагедии В Волгограде Ничего не получается В вопросе борьбы с терроризмом Нет Я не согласен с этим Получается Но не получается Значит Вот если говорить о конкретной истории Например Что мне удалось там Поговорить с некоторыми людьми Узнать Значит Вся Вся Такая не оперативная работа Неправильная Вся работа по наблюдению Была заточена на черных вдов Так называемых Женщинах в черных Закрытыми платками Да Которые вот они несут И женщины не досматривают Начиная с 2002 года Мы видим Что взрывы производили Вот именно Вот Такие люди Такие женщины И очень долго Вся оперативная работа Вот полицейским Которые на постах Я не имею ввиду агентурная Да Их ориентировали Вот таких людей выискивать И это наверное недостаток Но я напомню Что за 10 лет В основном Теракты за пределами Северного Кавказа Совершали эти так называемые Черные вдовы И когда появились мужчины Как сейчас говорят Славянской внешности Просто ну вот да Можно сказать Что это недоработка Но Я вот с трудом понимаю Как можно Значит Вот Гражданина Российской Федерации Работающего там Предположим В Казани Там Как говорят Славянской внешности С рюкзаком Какое основание Его задержать Если нет оперативных данных Что это в этом мечети Что он Ушел в радикализм Я хотел сказать спасибо Алексею Соломину Который там В этой мечети побывал И взял интервью У человека Который там Общался С подозреваемым Назовем его так Но это предусмотреть Совершенно невозможно То есть Ну вот Американцы Просмотрели Царнаевых И мы видим Вот тут же главное Что Чтобы разбор был Кто Не вообще Отставку должен уйти Президент Обама Предположим Или там Директор ФБР Да Вот Они вели Царнаевых А здесь Над этой мечетью Было наблюдение Кто пропустил На каком этапе Пропустили Да Ведь вели же Вели За этой мечетью Вели наблюдение И так далее И так далее То есть нужно Прежде всего Есть операционная ответственность Что называется Военная ответственность Силовая Есть политическая ответственность Но в нашей стране С политической ответственностью Совсем плохо Потому что Возложили ответственность И кстати давно На губернаторов Не придав им ресурс Да Вот сейчас Подтвердил опять Но это Это Несколько лет тому назад Я просто напомню Было сделано Когда губернаторы Были поставлены Во главе Региональных советов Безопасности Совершенно верно Где они координировали Всю правоохранительную Деятельность в регионе И Но ресурсы им не дали Кроме вот этой координации То есть Им не подчиняются силовики Не докладывают силовики Да Они там отвечают Частично за финансирование Частично за Обеспечение Силовиков Жильем И так далее То есть Вот Это просто система Неправильно устроенная Надо сесть договориться Как она должна быть устроена Тогда возникает Персональная ответственность А персональная ответственность Директора ФБР Там Или Директор ФСБ Или там Я не знаю Служба Шенбет в Израиле Да Она исходит из того Что не выполнили его люди Были ли правильные инструкции То есть Обошли ли террористы инструкции Или инструкции плохие Или они их выполняли плохо Уже Давай так серьезно К этому относиться Я не могу сказать Сколько предотвращено Теракта в России Там Или сравним Соединенных Штатах Америки Но мы себе Приблизительно представляем Что их предотвращают И там И там Десять лет не было в США И у нас В общем Тоже не очень часто Давайте мы сейчас Делаем минутный перерыв После чего Еще немного продолжим Эту тему Директора Что это было А это Обивка новогодняя Новый звук Собственно Я видел Я за временем Тальмар Мне нужно было Терриоз Ставьте проект На карте Мастеркард И получите доступ Спецпредложение С программой Мастеркард Бизнес Бонус Ваши компания Сэкономит До 25% На мобильной связи К курьерских услугах Авиабилетах Топливе Канцелярии Такси А ваши сотрудники Будут получать бонусы В кафе Супермаркетах Кинотеатрах Просто расплачиваясь Зарплатной картой Мастеркард Мастеркард Бизнес Бонус Выгодны для бизнеса Программа действует С 1 октября 2011 года По 31 декабря 2014 года Информация Об организации Реакции, правила ее проведения Привилегия В сроках Вести порядки Получения На mastercard.ru Мастеркард Юр СПЛ Ах да! С Новым Годом! Рекламная служба Эхо Москвы Эхо Москвы Перед употреблением Встреткивать Радио Эхо Москвы И компания РТВАЙ Представляют программу Особое мнение Продолжается программа Особое мнение В которой сегодня выступает Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов Если говорить о вот этой Системной проблеме В работе Но здесь же есть еще Я не знаю Насколько это важно Или нет Проблема доверия Потому что Как вы сами сказали Мы же ничего не знаем Да И проблема доверия Очень важна И мы знаем Что в Волгограде Губернатор Такой В общем Человек Который позволяет Себе лишнего Скажем так С точки зрения Государственного чиновника И конечно У него должна была Сила воли С учетом всей Предыдущей его деятельности Я хочу сказать Не только это В результате Подать в отставку самому Сказать что да Я не справляюсь Я вот в Италию летаю Отдыхаю вместе С 46 своими чиновниками В то время как там Понятно что происходит В регионе Вот Ну Может быть он и говорил Об этом с Путиным Но Во всяком случае Мы не знаем Чтобы это Было предложение Об отставке И что отставка Это была бы принята Или отвергнута Это вопрос ответственности Вот Неизбрание губернатора В свое время Которое вел Владимир Владимирович Оказалось Таким Тяжелым Спусковым крючком Потому что Тогда Человек отвечает Перед тем Кто его назначил Или его назначил народ Ему идти на выборы Через 5 лет И тогда ты делаешь Чтобы народу был лучше Или тебя назначил президент И тогда ты делаешь Чтобы твой избиратель Президент ему было лучше Да Вот где системная ошибка была И Мне представляется Что ответственность Политика перед населением Это самое главное Что отсутствует Или отсутствовало До недавнего времени В Российской Федерации И Надо смотреть на другие Федеративные государства Надо смотреть на Германию Которые федеративные государства На всем штаты Которые федеративные государства Там на Бразилию Которые федеративные государства Где ответственность Вот по борьбе с террором И какая это ответственность Потому что есть моральная ответственность Да А есть ответственность Ну ты пропустил Вот технологическая Операционная Да там Силовиков Да И разделять эту политическую ответственность Конечно губернатор должен уйти В отставку первый Конечно руководитель Там я не знаю ФСБ по области Как минимум МВД по области Должны уйти Это их просто Вот ответственность персональная Они за это получают зарплату из наших налогов. Дальше надо смотреть выше. Это системный проход террористов. Мы не знаем, сколько остановлено было терактов, но я думаю, что президент, может быть, и знает. Пусть он посмотрит на работу. ФСБ целиком. Пусть он посмотрит на работу НАКО целиком. Пусть он посмотрит на МВД целиком. Другого варианта нет. В мире нет. Алексей Виндиктов в программе «Особое мнение». Давайте про дела судебные. Суд в Твери сегодня удовлетворил прошение Ли Фарбера об условно-досрочном освобождении. Но ожидается, что после праздников, наверное, он выйдет. Это вот этот обозначившийся тренд всех? Смотрите, у нас сейчас в политике два тренда. Давайте не будем сейчас говорить, что одна власть независима, другая независима. Все тут понимаем, от кого что зависит. У нас сейчас два противоположных тренда. На мой взгляд, в политике, это мое особое мнение, один тренд вполне себе мракобесный, уже даже не реакционный, а мракобесный. Я имею в виду некий набор законов. Я еще раз повторю, что мракобесие заключается прежде всего в идеологии, в идеологии начала 20-го, конца 19-го века. К развитию общества относятся как в 19-м веке. Это первое. С учетом значительной доли клерикализма, это один тренд, и он будет продолжаться, он и продолжается. Это означает, что законы – это запреты. В любом нормальном обществе всегда есть баланс запрета и раскрытия возможностей. Закон, с одной стороны, что-то запрещает, но, с другой стороны, дает возможность гражданам реализовать какие-то свои права в любой области – культурной, экономической, личной жизни, неважно. То есть всегда есть такое двойное движение. У нас в стране последний год законы, которые не надо списывать на Думу, их подписывает президент Российской Федерации. Мы понимаем, что их инициирует администрация и сам президент, и это рожает, на мой взгляд, взгляды президента. Вот у него такие взгляды, и поэтому такие законы у нас принимаются. Думаю, он подписывает. Это его личная ответственность. Президент, я имею в виду Владимир Путин, так, чтобы не было сомнений. Вот это мракобесное направление, оно существует. И часть общества, значительная часть общества в стране, на мой взгляд, разделяет эти взгляды президента, или, наоборот, президент выражает взгляды общества. Не буду говорить про большинство, а меньшинство. Никто не замерял. Но начиная от закона о запрете усыновления и заканчивая последними законами о досудебной блокировке сайтов, досудебной блокировке сайтов, досудебной блокировки бизнеса, да, это вот мракобесие. Это один тренд. Призывы, да, к... Ну, призывы, призывы к уральскому хребту, да. Значит, это вот, вот это направление. Существует второе направление. Вот тоже мы видим, второй тренд. Этот тренд связан, прежде всего, с возникновением политической конкуренции, или с разрешением частичной политической конкуренции, что мы видели на выборах в сентябре. Это, я надеюсь, будет на выборах в сентябре и вообще на выборах. Это раз. А второе, мы видим историю с амнистиями, помилованиями, с смягчением позиций судебных. Это два. Это противоположный тренд, на мой взгляд. Эти тренды неизбежно схлестнутся, как противоположные, да, и будет высечена искра. А это, я прошу прощения, что перебиваю, это тренды в одной голове? В одной голове. В одной голове. И когда мне говорят, что вот у нас президент мракобеса Володин либерал, да ничего подобного. Значит, на мой взгляд, Вячеслав Володин – это железная рукавица Владимира Путина. И вот что Путин говорит, то Володин реализует более-менее успешно. Или неуспешно. И поэтому, когда речь идет о политической конкуренции, говорит, что Володин это придумал, да, а вот президент против. Ну, слушайте, это смешно. Это просто вы не представляете, как оно работает. Конечно же нет. Это в одной голове. Потому есть масса причин. Вот мракобесный тренд или реакционный тренд отражает ныне взгляды, которые меняются, хочу сказать, они меняются у Путина, они становятся более, на мой взгляд, более консервативными, как он говорит, или там более реакционными, как я говорю, предположим. Это одна история. В этой же самой голове понимание того, что система совершенно заржавела, она не гибкая, она ригидная, и нет скамейки запасных, и политическая конкуренция должна, а, вывести новую плеяду людей, да, политических борцов, с другой стороны, сделать систему более гибкой, иначе государство начнет ломаться. Это вторая история. Ну, и, возможно, говорить о третьей истории, это, безусловно, тактический, как минимум, успех на внешнеполитической арене, потому что Россия в мировой политике в этом году вернулась, и я повторяю, что Путин считает это успехом, да, сейчас не буду сам оценивать, но он точно считает успехом историю с Сирией, историю с Ираном, историю с Украиной. Вот три узла, да, вот три узла. И Украину, конечно, успех, конечно, успех. Он вернул Украину в его понимании, как я его понимаю, в лоно вот бывшего, бывшей Российской империи, не по границам, а по взглядам, да, не дал ей уйти. И купил ее, грубо говоря, ну, купил, что там, обманул, тут купил, да, а чего там, Европейский Союз или США не покупают бонусами, бенефицами, возможностями, говорит он, скажем, покупает, и я делаю то же самое. Бери, играл, взял и переиграл, да, но это реально Россия помогла, скажем, западному миру выйти из сирийского вот тактический кризиса, или надо было уже бомбить, как сказал Обама, да, то есть новую войну, да, или вот Путин предложил такой вариант, Иран, или надо было уже бомбить Израилю, во всяком случае, а дальше Запад поддерживает Израиль, или вот такой переговорный процесс, или на Украине начнутся, значит, на Западе свои действия, на Востоке свои, а он вот это вот так вот-вот и сохранил единство Украины, между прочим, в его понимании, еще раз, да, вот успех, то есть возвращение России в лоно великих демократических держав, мы же не войной это все сделали, система переговоров, вот вам, пожалуйста, 2013 год Владимира Путина с тремя трендами, не двумя, а тремя, и это все Владимир Путин. Ну, это как гневитивный диссонанс должен возникать. Ну, и возникает, наверное. Ну, это правда, довольно странно. А вот, кстати, вы говорите про идеологию, это ваше особое мнение, про идеологию, взгляды и прочее, получается, что история с Russia Today и агентством России сегодня, и сегодня мы узнали о том, что Маргарита Симоньян возглавит это агентство, укладывается... Как главный редактор. Как главный редактор, да. Укладывается тоже идеологическое. Абсолютно. Это старая история, об этом теперь можно вспомнить, что неоднократно Владимир Путин говорил и полупублично, и непублично о том, что вот другие страны обладают мощным пропагандистским ресурсом, прежде всего это Соединенные Штаты Америки, вся пресса Западной Европы говорила, А у нас там какие-то там потуги, которые мы не продаем с себя хороших. Да, и отсюда возник Russia Today, собственно, как телеканал, вот, с той эффективностью, которую Путин считает эффективной, скажем так. И затем, а дальше, а дальше надо это наращивать, считает. Так я и говорю, это 20-й век. Я напомню, что самая громкая пропагандистская структура UCI, американская, закончила свое существование в 1991 году. Если меня не изменяет потерь, в 99-м году. Да, или в 89-м году, или в 79-м. Ну вот здесь, все, нет, не в 79-м, или в 89-м, или в 99-м году. Все, это сочло в нынешнем мире, где господствует информационное общество, где есть социальные сети, неэффективно. Соединенные Штаты Америки и Конгресс приняли решение убрать это UCI, потому что это неэффективное тратенье денег. Потому что тупая пропагандистская работа неэффективна. Потому что люди в той стране, на которую направлена пропаганда, найдут новости, информацию, теперь сами мир атомизируется, и люди сами могут набирать свой мир. И никто не будет смотреть, что делает агентство UCI для России, или там голос Америки, предположим. Неэффективно, я сейчас не говорю, правильно, неправильно, неэффективно. И на мой взгляд, та структура, которая сейчас создана, она не будет эффективна. Она не выполнена свою главную задачу, которую перед ней ставит президент. А кто же вкладывает в голову президента такие мысли и, главное, поддерживает? Есть масса людей-советников, которые также считают, что это все правильно и эффективно, потому что они вышли из того времени. А, то есть они не перестроились на новую... Да, это история про несовременных людей, а не про деньги. Это история про... Нет. История про деньги. Нет, это история, на мой взгляд, про несовременных людей. Значит, естественно, есть интерес концентрации денег, как всегда у нас в России, где есть бюджет, там есть интересующие, интересанты, безусловно. Но мне просто кажется, что обсуждаю, я же обсуждаю эти вещи с ними же, и с ними, и с другими, и в свое время с президентом, там, несколько лет назад об этом говорили. И я повторяю все время, я неинтересантный, нам бюджет не перепадет. Поэтому говорю, неэффективно, оно не работает. Главная задача пропаганды какая? Сделать образ России привлекательной. Показать людям, что Россия это страна, да, сложная, ну, понятно, да, со своими проблемами, но есть там и то, что вас должно привлечь в Россию, как туристов, как партнеров, как инвесторов. Вот задача. Вместо этого мы показываем рассказы жуткие о том, что, как мы не любим Украину и ее оппозицию, что в Америке, там, значит, гей-браки, там, уже тоже ее в Европе захватили. То есть мы про них рассказываем. Ребята, задача другая, да? Но эту задачу нельзя лепить теперь на экране вот с сладкими сериями, этими самыми слюнями, потому что люди зайдут и посмотрят на наши каналы здесь, что, собственно, происходит на Украине. Они смотрят российские каналы и говорят, подождите, вы что из нас клоунов делаете? Вот мне говорили там некоторые командиры Беркутов. Вы что из нас клоунов делаете? Значит, у нас нет страны, Украины, у нас нет флага, вы издеваетесь над флагом, вы издеваетесь над нашим языком, вы называете нас кахлами, а я там, он русский, но он женат на Украинке, и мне женат на дом, это говорят командиры Беркутов, военные, да? А в это время мы же не на них, мы же на себя это делаем. Но они же заходят и смотрят. Вот эта история неэффективности, мне кажется, главная. Ну а деньги, они и так будут распилены не здесь, а будут распилены там. Нам не достанется, Таня. Я ни к тому, что достанется, не достанется. А поэтому вот эта история, как мне кажется, с вот этим огромным холдингом, который, он вот по той задаче, может, по другой задаче, он будет работать. Но по задаче пропаганды он не будет работать, потому что, еще раз повторю, на мой взгляд, задача пропаганды, это сделать Россию в глазах наших партнеров, назовем это в шестом смысле, привлекательной, а не отталкивающей. Маргарита Симоньян вам скажет, как много людей смотрит «Раш Тодей». Я немножко понимаю в технологии, поэтому у нас у Маргариты Симоньян разные системы подсчет. Давайте мы сейчас сделаем на этом небольшую паузу. После нескольких минут вернемся, и Алексей Венедиктов расскажет нам, я надеюсь, о своей встрече с Михаилом Ходорковским в Берлине. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Великолезм, вот он и есть, я могу повторить, потому что я сказал. Не объявление траура. Пишут, что вы похудели. Надолго ли пришла оттепель? У Запада главное пропагандистское оружие, кино и сериалы. У Запада главное пропагандистское оружие, кино и сериалы. Делайте хорошее кино, согласен, 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 готов об этом поговорить. С новым годом. Понимаешь, согласен об этом поговорить. Про кино и сериалы я смотрю сериалы и кино. Сериалы уж точно я смотрю. Да. Ну так и давайте делать талантливое пропагандистское кино. Давайте. Сталинград. Я не видел, мне очень трудно смотреть. Никита Михалков. Не вопрос человека. У Спилберга бывают удачные фильмы, бывают неудачные фильмы. Но то, что, конечно, это делается не информационным агентством. Рейтер. Понимаешь, да? Ну да. То есть задача другая. Привлекательность или отталкивание. Вот задача на внешнем контуре. Очевидно. И, кстати, в Советском Союзе пропаганда шла. Про себя, любимых. Понимаешь, да? Как раз там в этом был профессионализм. А Корея? Вот это, вот, 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 вот. А у нас там, а у нас там. Будет реклама, будет и эхо, и анатомы, и вагнеры. Мы можем и умеем красиво отдыхать. Это точно. Какое солнце. Мы не можем, и ягона не хотим. Да, вот это да. Знаешь, что я, наверное, продолжу в Большом Дозоре завтра в 22 отвечать на вопросы. Я, может, посажу ключ, его, может, сам останусь один на один, если что-то не выбором. Может, Сашку попрошу тогда, что-то еще большой дозор-то делаю. Все равно там надо дырку закрывать. Сотрудницы столичной полиции, дежурищей на Триумфальной площади во вторник вечером, призывают собравшихся представителей оппозиции разойтись по домам, чтобы отмечать Новый год, передает корреспондент Интерфакса. Такое эхо только, что это мы сказали в новости иногда. Ну, правильно. Мы до сорока, трех, четырех. Трех, четыре должны попрощаться. Хорошо, 11 минут. Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжаете программу «Особое мнение», в которой сегодня выступает главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Виндиктов. Вы встречались с Михаилом Ходорковским, но, в отличие от журналистов, встречались не для интервью. Не для интервью. Когда мы с ним созвонились, когда я ему позвонил, точнее, мы начали договариваться о встрече, и я сказал, можно ли я приеду без микрофона. Вы дали много интервью, мне нечего больше вас спросить, пока. Во всяком случае, вы отдали все, что вы хотели. Мне хотелось бы с вами поговорить просто. Вас послушайте, у меня послушайте. Он говорит, отличная идея, замечательная. И я поехал к нему. И вы провели вместе много времени. Мы провели вместе много времени. Суммарно 7 часов. 4 в один день, 3 в другой. Мне же очень интересны эти люди. Меня сегодня тоже спрашивали, говорят, что ты с этими кровавыми гибистами. Один товарищ говорит, что они мне интересны. Они люди, которые принимают решения. Они люди, которые принимают решения о моей стране и обо мне любимом. Я хочу понять, как они это делают. Я хочу понять, почему у них, какие у них мотивы, как они развиваются, как они меняются. Помимо профессионального наблюдения, что, в общем, журналист должен делать и понимание, да, так вырабатывается мое мнение о них. Не в интервью. И поэтому, естественно, не только там кровавые, но и не кровавые гибисты, да, и не только гибисты. И вот когда я встречаюсь с людьми разными, с разной политической точки зрения, в том числе, конечно же, Михаил Борисович, человек чрезвычайно интересный. Я напомню, что в отличие, скажем, от Ксении Собчак или Ксении Славову, я его знал до. И моя задача была посмотреть, насколько он изменился, насколько он внутренне изменился, естественно, что с ним сделала тюрьма за 10 лет. И как он изменился? Потому что никто пока не ответил на этот вопрос. Значит, ну, надо же понимать, что он тоже, как бы, понимал, с кем он имеет дело, и поэтому... Ну, не то, что он хотел произвести на меня впечатление, но он мне продавал тот образ, который он хотел продать. Поскольку он человек абсолютно железный, стальной нож, да, то я это тоже понимал, а он понимал, что я понимаю. Это правильная история. И что это за образ? Мне показалось, значит, я точно не знаю, естественно, мне показалось, мое мнение, что в свое время, попав в тюрьму, и поняв, что он будет сидеть долго, Михаил Ходорковский смог, так бывает, я читал в книгах, законсервировать себя, какую-то часть своей личности, вот, которой тюрьма не касалась. Вот так бывает, люди так рассказывают, что вот они, как бы вот этой частью они живут в тюрьме, а вот эта часть, которая была до тюрьмы, вот она осталась. И когда он вышел и расконсервировался, оказалось, что это большая значащая часть. У него по-прежнему очень большая аналитическая хватка. Он, конечно, фантастически ловит даже полунамеки. Он орговик, безусловно, он организатор, он не креативчик. Вот если вы делите на креативщиков и организаторов, то он орговик, а не креативщик. В первую очередь, как мне кажется, он был таким, он организовывал, он логистик, он таким и остался. Он очень организован, я могу сказать, очень организован, и его день очень организован, при том, что сейчас там папа с мамой с ним, и дети с ним, жена с ним, внучка была с ним. Вот, он целеустремленный, остался целеустремленный, теперь надо понять, какая цель. Вот это, собственно, следующий вопрос. Значит, на сегодняшний день у него цель... Нет, непонятно. Значит, на сегодняшний день совершенно очевидно, что у него цель просто жить, но жить в России. Или я бы сказал, жить с Россией. Я не имею в виду географическое присутствие. Это же видно по интересу, по вопросам, задаются вопросы, да, он там меня брифинговал. А кто больше говорил, кстати? Я. То есть он... Он задавал больше вопросов, да, конечно. Он попросил рассказать. Смотрите, я же, Таня, я же прочитал все, ну, все или почти все интервью. Я приблизительно понял, что он себя, как человек, продает общественному мнению, да. Мне нужно было посмотреть разницу между тем, что он говорит публично, и говорит не публично мне, понимая, что я сейчас сделаю публично. Это опять вот такая история, да, он очень умный человек. И я, ну, собственно говоря, этими сравнениями и проходил, да. И вот я вам сейчас говорю свое впечатление. Мне представляется, что этот человек, конечно, о стране не забудет. О стране, в смысле, о своей стране, имея в виду, что он гражданин России. Его интересует, ну, вот масса деталей, которые, может быть, даже рядового человека, который живет в этих деталях, он их не замечает. Его интересует, как изменились люди за эти 10 лет, имея в виду его знакомые люди, с которыми я общаюсь, и я могу там тоже сказать, что там вот был так, стал так. Как мне кажется, это все мои конструкции, я все время оговаривался, говорю, что, понимаете, что моя точка зрения, она совершенно, конечно, субъективна, и вы не должны на нее полагаться. Его, конечно же, интересует и политика, его, конечно же, интересует и гражданское общество, но это все то, что его интересовало до того. А его Путин интересует? Я думаю, что нет. Про Путина почти ничего не спрашивал, я думаю, что он его понимает. На него, конечно, произвело... Вот я его спросил, я ему говорю, Михаил Борисович, вот вы мне объясните, все-таки вот человек посадил вас в тюрьму, он реально вас посадил в тюрьму, это он посадил вас в тюрьму. Даже мне не рассказывайте про других, да, и он вас обвинял в страшных преступлениях. Я не верю, что вы не затаили ничего, я не верю, что вы все простили, я не... Ну, я не верю, я просто... Говорит, понимаете, Алексей, у меня же есть мотив. Какой у вас есть мотив? Он не тронул мою семью. И вот это такая очень интересная и абсолютно понятная мотивация для меня, например, потому что я же помню, как прокурорские, по-моему, пришли в школу к Насте в 14-м году, когда ей было 14 лет, и каким образом по приказу Путина, я это просто знаю, семья была оставлена в покое. Он сказал, стоп, и ряхну. Когда ему доложили, я тут там предупредил. Это реально было решение Путина, и Ходорковский это знает, и для него, видимо, главное, когда он сидел в тюрьме, был вопрос о том, что его смеют, что возьмут заложники не только Махмена, не только Платон Лебедев, который сидит, не только Пичугин, не только еще 18 человек, которые сейчас находятся. Алексанян, которого... Да, Алексанян, да, мы немножко про это тоже поговорили. И вот то, что он мотивирует, и для него это важно, я же вижу, означает, что это правда. Ну, или значительная часть правды. И вот таких кусочков я в разговоре для себя там много насек. Много насек. Вы ждете его появления в политике? В смысле, баллотироваться нет. Я не думаю, что это ему интересно. Участие. А что такое участие? Влияние, да, конечно. Влияние, это пойти сказать, вот мне нравится этот человек. А, кстати, так совпало, что выборы в Мосгордуму. Ну, вот смотрите, давайте, я сейчас как бы... Это моя конструкция, это не мое знание, но мое представление. Вот, было бы совсем нормально, ну, как я понял, что если бы он вдруг, неожиданно для всех, а может, ожиданно, стал бы уделять внимание реформе ФСИНа. Ну, как, вот у нас сейчас Алексей Леонидович Кудрин, он в общественном совете при МВД, он сейчас с Колокольцем, он поручен, он там внутри готовит дальнейшее развитие реформы полиции реальной, да. Значит, Колокольцем изнутри видел работу ФСИНа. Неизбежно, это политическая история реформа ФСИНа. И неизбежно, если условная Ольга Романова, которая занимается Русью сидящей, идет, предположим, на выборы в Мосгордуму, я не исключаю, что Михаил Борисович окажет ей там какую-то поддержку или свой моральный авторитет скажет, вот она правильно идет. ФСИН должен реформироваться вот так, и я прошу проголосовать за жителей, за Ольгу Романову. Вот таких вещей дискретных, возможно, возможно, мы увидим, но там, скажем, я абсолютно сомневаюсь, я не знаю еще раз, да, это результат моего наблюдения, я абсолютно сомневаюсь, что будет некий список Ходорковского, скажем, на выборах в Мосгордуму, вот там по округам, скажем. Я поддерживаю в каждом округе Иванова, Петрова, Сидорова, Романова, там, бум-бум-бум-бум, сомневаюсь. По-моему, это ему сейчас неинтересно, по-моему. А Навальным он интересовался? Интересовался, но, к моему удивлению... Для общего развития? К моему удивлению, я думаю, что про Навального ему все рассказала Евгения Марковна Альбакс. А, значит, к моему удивлению, это был такой проходной вопрос, он был, мы с ним говорили подробно, мы с ним не только о Навальном говорили, мы говорили о всех ключевых игроках, как политики властной, да, так и оппозиционной. Да, вот он интересовался моим мнением особым. Вот, я ему говорю, что мое мнение я вам высказывать не буду, потому что оно абсолютно субъективное, я вам буду факты приводить, о которых вы не знаете. Он, например, там не знал, там, соцсети для него проблемы. Он не очень понимает роль и влияние, еще, роли влияния соцсетей. Ну, что не соцсети? Ну, рассказывал. Вот, интересовался Навальным, интересовался Прохоровым, интересовался Собяниным, интересовался Путином, интересовался Сечином, интересовался Нарышкиным, интересовался Шойгу, ну, слушайте, Явлинским. Ну, слушайте, вот, что случилось за 10 лет с этими людьми, с которыми он был знаком? Собянин он знал тюменским губернатором, тут надо просто понимать, вот, последняя там, да, история. В последнюю минуту тогда короткий очень вопрос, не связанный с Ходорковским, а связанный с выборами в Мосгордуму, коль скоро мы их упомянули. Как вы понимаете для себя, захотят ли их сделать такими же вот показательно прозрачными, честными, чистыми, как выборы мэра или нет? Значит, первое, я считаю, что скорее всего будет принято решение, что не будет списков, а будет 45 округов, 45 депутатов мажоритарных, где будут вести борьбу личности, я так считаю. На сегодняшний день мне это кажется наиболее вероятным. Второе, я считаю, что мэрии и администрации президента захотят их сделать презентабельными, такими же, как это были выборы мэра, во всяком случае, в подсчете голосов, в голосовании и подсчете голосов. И в-третьих, это будет гораздо сделать труднее, потому что это не шесть компаний, не одна компания, где было шесть кандидатов, а 45 отдельных компаний, где в среднем по семь кандидатов на округ, считайте, 300 человек, со своими интересами, фобиями, стремлением к манипулированию и квалификации. То есть будет интересно. Будет интересно в любом случае. Спасибо вам большое, вас обо мнении. Сегодня выступал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В эфир для вас вела Татьяна Фильгенгауэр. Всем счастливо. Ну, я удержался. Кто-то пытался, я вытолкнусь. Я оценила. Я-то пытался, я меня вытолкнусь за кромку, но я не вытолкнулся. Дорогие друзья, я на одной ножке проскакал по кромке. А я специально в минуту оставила. А я в роду в два раза больше, 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 больше. Любите, уважайте.